Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. В данном видео мы с вами продолжим, можно сказать, тему международной политики, связанной так или иначе с позицией Армении и позицией Азербайджана. То есть мы будем говорить о тех воззрениях, о тех движениях в международной политике, которые так или иначе можно охарактеризовать как в поддержку Армении, совершаемой, так и в поддержку Азербайджана. Что же происходит, дорогие друзья? Начнёмте, пожалуй, с самого глобального на данный момент государства. Во всяком случае, это государство видит себя таковым в Соединённых Штатах Америки и их политических шагов. Ни для кого уже не является секретом коррупционная составляющая, которую совершают армянские диаспоры в США. Неоднократно гремели скандалы касательно этих моментов. Я уж не говорю о таком наиболее громко прозвучавшем аспекте, как признании так называемого армянского геноцида, о котором высказался президент США Байден. Почему здесь чётко прослиживается коррупционная составляющая? Ну, ответ крайне прост. Потому что без какого-либо расследования признавать столь обширные преступления под таким громким названием, как геноцид, означает одно – за эту работу было проплачено. Даже если вспомнить о тех нацистах, которые были осуждены после Великой Отечественной войны, и то по каждому из них проводилось расследование. У этих убийц были свои адвокаты, то бишь это была действительно собрана доказательная обширная база. А что же сделал Байден? Не оглядываясь на отсутствие документов, он признал геноцид армян. После этого вопросы о коррупционных составляющих в США, наверное, можно уже сходу закрыть. Но в статье, которая сейчас находится перед вашими глазами, приведён список тех самых американских конгрессменов, чья связь с армянскими диаспорами, а, разумеется, и финансовая составляющая их причин, их риторики в поддержку Армении, абсолютно, и не нуждается в дополнительных доказательствах. Здесь говорится в частности об Адаме Шифе, Брэд Шерман, Тони Карденас, Фрэнк, Полоне, Давид, Валадау и Джим МакГоверн. Данный список можно было бы продолжать, но мы не будем. Деяние этих армянских лоббистов, не являющихся, по сути, армянами, уже отразился в частности на ухудшении отношений между США и Азербайджаном. И не хотелось бы верить, но об этом говорят в частности эксперты-аналитики, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и США перед угрозой срыва. Что ж, дорогие друзья, Армения должна поблагодарить, видимо, своих внутрикарманных конгрессменов США. Знаете, что меня здесь интересует? Я не хотел поднимать эту тему, но посчитал необходимым поднять ее сейчас. Тем более, в связи с тем, что некоторые в кавычках личности, очень часто, в частности, представляющие армянские интересы, любят говорить о том, что Азербайджан не является свободным государством, и что все, что он не делает, вытекает от мнения России. Я мог бы привести десяток примеров обратного. И, кстати, в данном нам видео я приведу один такой пример чуть позже. Но речь не об этом. Чаще всего эту мысль о зависимости Азербайджана от России говорят в кавычках евреи по паспорту, как я таких люблю называть. Такие представители есть среди любого народа. О чем я хочу сказать? Ну, давайте с вами проанализируем некоторые моменты. Да, Азербайджан зависит отчасти от России. Он не смог бы освободить свои земли, если бы Россия, скажем так, находилась на тех же рельсах, на которых она находилась во времена Ельцина. Да, и во времена раннего Путина. Потому что в случае попытки освободить земли мы бы сталкивались бы с русским Иваном. Из вооруженных сил Российской Федерации. Это понятно. Но я хочу ответить некоторым из так называемых в кавычках евреев. Израиль действительно осуществил глобальную поддержку Азербайджану. И это никто не скрывает. Так же, как глобальную поддержку здесь уже даже говорить не стоит, оказала Турция. Это не секрет ни для кого. Но здесь есть один момент крайне интересный. Они заявляют тироглумятся над Азербайджаном, забывая, что сейчас на земном шаре нету свободных государств. Все государства зависимы. О чем это я? Ну, давайте поговорим с вами о независимости США. Простите, это смешно, учитывая хотя бы то, что США строили эмигранты, являющиеся представителями совершенно других государств. И, конечно же, они все равно, даже получая гражданство США, продвигали отчасти интересы тех народов и тех государств, откуда они прибыли. не так ли? Это США. То же самое можно говорить о России. Не так ли? Зависимость Китая тоже глобальная. Он зависит от рынков. Не будет рынков, не будет экономики Китая. Тоже факт. Надеюсь, никто не будет спорить с этим. Так можно перечислять и говорить о любой стране, включая Израиль, великую, братскую, близкую нам страну. Но она тоже зависима. Не так ли? Если бы не поддержка различных стран мира, смогли бы евреи создать свое государство. Что-то я в этом сомневаюсь. А то, что среди тех, кто строили Израиль, были представители различных спецслужб, разве кто-то сможет сказать, что это не так? Ведь отставные полковники и генералы, они все-таки полковники и генералы других стран, пускай и евреи по национальности. Или я ошибаюсь? Следующий момент. Мог ли Израиль оказать помощь Азербайджану без оглядки на США? Думаю, что нет. Потому что в помощи Азербайджану были заинтересованы США и США дали отмашку. Потому что это прежде всего означало одно, что некая часть американцев дополнительно через Израиль появится в Азербайджане. Влияние некое появится. Не так ли? тем не менее Израиль действительно сделал большой шаг. Но он не сделал бы это, я опять повторюсь, не спросив у Соединенных Штатов Америки. То есть Израиль тоже зависим. И не надо говорить о зависимости Азербайджана, забывая о зависимости Израиля. Нету свободных стран. Каждая страна в чем-то зависима. Про Европу надеюсь объяснять не надо, насколько этот регион зависим от всех. С точки зрения экономики зависима Африка. Потому что в Африке народы голодают. И это действительно та территория, которая нуждается в спонсорстве. То есть тоже зависима. Теперь назовите мне регион, который независим. Такого региона нет. На земном шаре. Даже талибы. Ну, давайте продолжим. Это так, небольшое отступление. Скажу честно, мне просто показали ролик Цыпина, Романа Цыпина, и я решил поэтому сделать сейчас отступление, потому что он, как и многие лжеевреи, или евреи по паспорту, а не по сердцу, говорил о зависимости Азербайджана. Ну, так вот, надеюсь, я ему ответил. Давайте продолжим. Как я уже сказал, от прикормленных конгрессменов США, прикормленных со стороны армянских диаспор, уже страдают отношения между Азербайджаном и США. Насколько США захочет, скажем так, ухудшить отношения с Азербайджаном, это вопрос настолько глобальный, что тяжело на него ответить в данный момент. Но то, что отношения США и Турции, которые доходят уже до красной черты, отразятся, крайне отрицательно отразятся в отношении еще большего ухудшения отношений США и Азербайджана, здесь сомневаться не приходится. Тем более, учитывая то, что армянство все то, что я перечислил, будет раздувать. Армянские лобби и армянские диаспоры Соединенных Штатов Америки. Не так ли? Здесь мы можем полагаться только на наших друзей израильтян, евреев, на азербайджанскую диаспору, турецкую диаспору, диаспору Пакистана, а также учитывая сближение, некие тенденции сближения Англии с Турцией, возможно, на и будет некая надежда на представление интересов Азербайджана со стороны английских, назовем так, условных диаспор, потому что, в общем-то, США это дочка Великобритании, так или иначе. Но давайте продолжим. Несмотря на это, на эти отрицательные тенденции, которые исходят от США, точнее сказать, от части политиков США, есть и радостные моменты. Правда, радостные моменты для нас и крайне нерадостные как для представителей армянства, так и для определенных кругов России. О чем это я? Давайте послушаем. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа Окна, я и ведущий Фархат Ибрагимов. В Нью-Йорке проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, событие значимое для международных отношений. Нашу страну представляет традиционно министр страны России Сергей Лавров. У него уже прошла встреча с генеральным секретарем НАТО Янсен Столтенбергом обсуждали двусторонние отношения о том, как будут развиваться взаимоотношения между Россией и Западом и о том, куда мы катимся. Вопросов на самом деле очень много, потому что очень многие эксперты, притологи задаются и вопросами, и анализируют на тему, к чему могут привести российско-американские отношения, насколько сегодня холодная война и термин особенно актуальный для сегодняшнего дня. Вот как раз интересная такая статья вышла недавно, ее перевел к отековой портал Инас Миру в журнале Американ-Консервальтов. Время опасная холодная война Америки на два фронта. Такая довольно любопытная статья говорится о том, как Америка сегодня ведет холодную войну уже не только с Россией, но уже и с Китаем. Для того, чтобы детально разобраться в том, что сейчас происходит с американской внешней политикой. Вот здесь остановитесь. С Россией, Китаем и почему-то не упоминается Турция. То есть холодная война уже объявлена всем, обратите внимание, тем странам, которые опять-таки я вновь и вновь вынужден говорить, входят в некую цепочку связанную с железной дорогой, которую называют Шелтовый путь, которой крайне нежелательно возникновение этой железной дороги для экономики США. Потому что конкуренция на способность всех стран, через которых пройдет эта железная дорога, возрастет однократно. Новая техника, новые технологии, изменения даже в системе государственного построения может привести к увеличению конкурентоспособности, как я сказал, тех стран, через которых пройдет данная железная дорога. Ну а мы продолжаем. Куда катятся российско-американские отношения и что нас всех ожидает? Мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас сегодня в гостях обозреватель портала ИноСмиру политолог Дмитрий Павич. Здравствуйте, Вархат. Здравствуйте, Виталий Олегович. Добрый вечер. Виталий Олегович, ну, интересная получается картина на самом деле. Уже не секрет, что российско-американские отношения находятся на самом низком уровне, на каком только можно было себе представить. Хотя некоторые эксперты считают, что ниже некуда, есть еще куда катиться. Как бы вы сейчас оценили бы российско-американские отношения? И может ли, наверное, встреча Лаврова с коллегами на Западе, вот сейчас в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН, ну, хоть к чему-то какую-то диалогу стартануть для начала? Дело в том, что, к сожалению, я довольно пессимистически оцениваю ситуацию, потому что я сам редактировал, переводил эту статью, о которой вы говорите. Ситуация беспрецедентна, да, но зову только несколько фактов в минувшей неделе. В Америке появляется информация, что специальная комиссия Конгресса определила список, санкционный список в отношении России, в который вошли 35 человек, среди них министр странных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, ну, не буду продолжать, понятно, что это абсолютное безумие. Давайте остановитесь. Вот это то, о чем стоит, скажем так, задержать свое внимание. США крайне, я бы сказал, взвешенно отнеслись, как ни странно, к составлению черного списка. потому что они в данном случае, если сейчас говорить с любым из представителей армянства, нанесли удар по обоим сторонам российской политики, это по проазербайджанской стороне, так как армяне считают Пескова, в частности, проазербайджанским политиком. Также в этот список армянства вносит Лаврова, в отношении Шойгу как минимум держит либо нейтралитет, либо называет его проармянским, также проармянским являются такие, в кавычках, личности, как Соловьев и Маргарита Симонян. Интересно, интересно, дорогие друзья, вот это негативное, но крайне взвешенное для составления списка. Раньше этот список, я думаю, что еще не так давно был бы более проармянским, то есть этот список был бы больше в пользу армянской стороны, то есть больше в этом списке было бы тех лиц, которые нежелательны именно для армянства, чье участие на территории Америки было бы нежелательно именно для армянства. Но в данном случае интересная метаморфоза. Несмотря на ухудшение отношений с Азербайджаном и Турцией, США отнеслись достаточно аккуратно, при этом отнеслись конгрессмены США к составлению списка. Интересно, не так ли? Я не буду дальше пускать данный видеоролик, он достаточно обширный, чтобы не превращать свое видео в бесконечное. Давайте перейдемте в данном случае к следующей статье. А что же Россия? Тем более мы уже о России заговорили. Что же Россия, дорогие друзья, на фоне этого действия? Как она действует? Каковы последние политические или возле политические шаги, которые совершила Россия? Ответ крайне простой. И я сейчас ознакомлю вас с этими шагами. Минобороны России в очередной раз допустила ошибку, связанную с Карабахом. Да, дорогие друзья, опубликовывая необходимое оформление документов в связи с оказанием миротворческих неких гуманитарных грузов, в документе вновь появилось столь ужасное, неприятное, лживое понятие, как Нагорно-Карабахская республика, НКР. При этом Россия опять заявляет, что допущена ошибка, и ошибка была исправлена. Знаете, неужели в вооруженных силах России при этом на достаточно ответственных постах сидят настолько неквалифицированные специалисты, которые так часто позволяют допускать явно провокационные ошибки? И ошибки ли это? На мой взгляд, это уже некая система провокаций. Хоть чуточку, хоть как-нибудь спровоцировать Азербайджан на нежелательные действия. Меня интересует, когда же Россия захочет проверить откуда и почему возникают данные ошибки, если они уже происходят систематически. Кто с позволения кого эти ошибки скажем так выходят проецируются в документах? Вопрос интересный. Но давайте пойдемте дальше. И перейдемте к следующей статье. Российский шок и ответный ход Азербайджана. Это, кстати, тоже это то, о чем я вам говорил в начале буквально данного видео. Говоря о позиции Азербайджана, о состоянии политики Азербайджана, конечно же, можно сказать о многих ошибках допущенных, допускаемых и, возможно, в будущем допущенных. Этот список можно продолжать. И он будет состоять из множества моментов. Но что касается независимой позиции Азербайджана, во всяком случае, стремления Азербайджана, вести независимую политику, вот сейчас я предъявляю вам внеочередное свидетельство. Россия решила приостановить тире ограничить поставки части товаров из Азербайджана. Вроде бы многие страны на территории СНГ закрыли бы на это глаза. Не так ли? Но Азербайджан, ссылаясь на в частности Всемирную организацию здравоохранения животных для защиты от инфекционных болезней закрыл завоз в Азербайджан куриного мяса. В частности компании Ставропольский Бройлер, в котором были о котором было сообщено данной международной организации МЭП Азербайджана, что там могут быть допущены находиться некие вредные вещества. И Азербайджан запретил. Я опять говорю, многие страны ради того, чтобы не портить отношения с Россией закрыли глаза бы на советы МЭП. Или начали бы проверять какой товар подходит, какой нет и частично бы запрещали. Азербайджан позволяет себе больше. Он решил не рисковать. Тем более на фоне того, как Россия позволяла ввозить на оккупированные земли Азербайджана товары из Ирана и других стран. Если Россия себе позволяет такое, тем более на земли, которые сама Россия признает официально азербайджанскими, то чего тут Россия удивляется с жестким действием со стороны Азербайджана? Это что касается независимой политики. На такие жесткие шаги я больше чем уверен в странах СНГ мало кто себе бы посмел бы позволить. Тем более в связи с нахождением пока еще российских миротворцев не хочу говорить ничего такого что могло бы спровоцировать на территории Азербайджана. Потому что если такой же контингент находился бы в других странах СНГ и создалась бы такая же ситуация многие бы страны бы закрыли бы глаза чтобы не бесить русского медведя это правда но давайте пойдемте дальше непонятными шагами исходящими от России также можно причислить заявление замглавы МИДа Российской Федерации который несмотря на неоднократно высказанное мнение в частности Владимира Путина о том что Минская группа хотя и имеет определенный вес в отношении ситуации в Закавказе но она менее важна чем участие России в урегулировании в частности Азербайджан армянского конфликта и вдруг замглава МИДа РФ заявляет мы продолжаем рассматривать Минскую группу как важный инструмент продвижения по пути мирного процесса какой важный инструмент который 30 лет бездействовал тоже непонятный шаг России согласитесь продолжая рассуждать о шагах России мы переходим с вами к речи о Соловьеве к речи который высказал Соловьев да тот самый кого решила не впускать в свою страну Соединенные Штаты Америки Владимир Америки Арцах Арцах на самом деле Карабах процветали и об этом говорит обратите внимание патриот России который стучит кулаком в грудь о любви к России но почему-то переживает он не за ситуацию в России а за Армению может может быть ему стоит проехаться по окраинам России посмотреть как там живут люди и попереживать за них но это Соловьеву неинтересно может быть ему поехать на юг России поговорить с людьми о том беспределе который творят российские чиновники в паре с представителями армянства которые при этом не просто это армянство а армянство которое понаприехало из Армении а не жило всегда на территории юга может быть Соловьеву поговорить об этом но и это ему неинтересно его интересуют интересы Армении смешно и Россия молчит Россия никак не собирается жестко наказывать тех кто делает такие заявления из круга российских так называемых лжепатриотов тоже странный шаг не так ли слепота российских правоохранительной системы продолжая говорить об этом тогда не приходится удивляться если не арестовывают Соловьева то что же удивляться что не арестовывают Карине Геваркян которая явно провоцирует и это неоднократно было замечено на столкновение России и Турции чему чему тогда стоит удивляться этому моменту если не арестовывают тире не оказывают соответствующих воздействий на Соловьева со стороны правоохранительных орденов А как же за все эти плодотворные в кавычках шаги исходящие от определенных кругов России отвечает на все это армянская сторона может быть она благодарит Россию за те земли которые на которых сейчас находится Армения может быть она благодарит за то что Россия кормит 3 миллиона армян на своей территории больше чем количество армян проживающих в Армении может быть Армения благодарит Россию за то что после того как Дашнаки в 19 году объявили войну Турции именно большевики спасли Армению нет не благодарят они считают и говорят об этом в открытую это видно по количеству лайков под данным видео 167 лайков они считают что Россия это враг давайте послушаем только одну секунду прежде чем вы продолжите слушать данное видео обратите внимание что о России как о враге будет говорить профессор одного из армянских институтов теперь продолжим российский солдат освободитель памятник в городе Абавян на факультете международных отношений Ереванского государственного университета создан центр российского центрального университета Еревана российских исследований исследований думаю вы все знаете что этот вопрос сегодня очень актуален особенно для нашей республики сегодня у нас на факультете есть необходимый научный потенциал для решения этих вопросов самое главное чтобы исследования были объективными беспристрастными и давали правильный ответ на каждый интересующий нас вопрос если не указывать на ошибки и трудности прошлого то конечно история повторяется позже имеет более тяжелые последствия заявил декан факультета международных отношений Ереванского государственного университета Гиган Петросян говорят врага нужно знать в лицо в данном случае векового друга и его политику в отношении Армении для исследований материала хоть пруд пруди начиная с византийского периода создания армянской имперской династии Киевской Руси распространения христианства не кончая отпечатками этих реалий на российской идентичности мировоззрении синергии с турками получение правильных ответов уже в новое время о политике России в отношении Армении за последние 200 лет то есть это Россия должна Армении забывая только о том моменте что Византия все таки была греческим государством и забывая о том что Византия почему-то запрещала армянскую монофизитскую церковь и только ужасные османы в кавычках ужасные разрешили армянам ставить свои церкви на территорию уже Османской империи продолжаем и в более обширном обхвате в отношении армянского цивилизационного присутствия путем беспристрастных исследований как говорит декан первый беспристрастный факт состоит в том что российское присутствие в течение 200 лет сократило исторические ареалы армянского народа и цивилизационную колыбель о опять уже ложь он забыл что это сделали дашнаки это первое и он забывает что эти земли вообще принадлежали Ирану когда им правили каджары азербайджанские иранцы 90% азербайджанские я против деления опять таки а кто отдал Турции армянские земли это сделали не большевики и не Кремль это сделали ваши дашнаки Александропольский договор подписывали разве большевики да нет это подписывал в частности Дросман Канаян тогдашний министр вооруженных сил Армении ну если так можно сказать продолжаем Армянской государственности и наоборот возвращение России происходит за счет упразднения армянской государственности и потерь за последние сто лет был не один пример такого развития опять таки ложь Россия помогла вам оккупировать азербайджанские земли как же это или вы забыли Грачева да Грачев наверное уже неоднократно перевернулся в гробу от вашей неблагодарности продолжаем последний происходит у нас на глазах чтобы получить беспристрастные ответы на эти вопросы центр должен обратиться к российской стороне и попытаться получить документы касающиеся событий с 1915 до 1916 с 1917 до 1923 и с 1937 до 1953 годов которые касаются закрытия вопроса западной Армении раздела восточной Армении принесения нахиджованной арцахов дар Азербайджану массовых репрессий против армян следует обратиться и получить секретные приложения к русско-турецким договорам 1921 года так дальше я не буду обратите внимание что сейчас требует армяне от России документы архивные документы а когда об этом заявлял Турция о том что необходимо открыть обоюдно свои архивы для того чтобы понять что произошло в 1915 году что ответила Армения так неужели после того как вы сами отказываетесь открыть свои архивы какая-то страна захочет открыть свои благодарность Армении во всей своей красе не так ли они превыше всех они превыше турков и русских то что можно армянам нельзя никому смешно дальше я не буду пускать данный видеоролик кто захочет посмотрит его до конца мы же подходим к концу данного видео и переходим к следующей статье да дорогие друзья это снова Иран Ксир показал лишь небольшую часть своей силы на границе с Азербайджаном представитель Хамении дал пояснение своим словам то есть опять таки Иран продолжает хоть и не столь обширно но оскаливаться в сторону Азербайджана я опять хочу напомнить в частности представителям Хамении и им подобных вы должны запомнить некоторые моменты оскаливаясь на Азербайджан вы оскаливаетесь и на Турцию и на Пакистан а также вы должны понять что к этому союзу тут же примкнет Израиль подумайте о своей государственности прежде чем делать громкие заявления в сторону какой-либо из этих стран какой-либо из этих стран я подчеркиваю тем более учтите я неоднократно говорил об этом что на вашей территории проживают десятки миллионов тюрок сколько минут после объявления войны или после внеочередного оскаливания просуществует Иран это вопрос уже не ко мне а к вам дорогие мои зрители сколько времени просуществует Иран после того как терпение Азербайджана терпение всех тех стран которые я перечислил закончится думаю что недолго и напоследок Армению действительно сейчас очень сильно волнует сближение которое наблюдается между Британией то бишь Англией и Турцией тем более учитывая тот момент что Британия сейчас создает некий союз США этот момент крайне тяжелый для армянского потому что армянские лаписты и армянская диаспора может потерять свое влияние потому что военный союз с Англией которая крайне близка сейчас Турции означает поднимание поднятия вот так назовем влияние Турции в частности через Великобританию в США для того чтобы хоть как-то сбить рост влияния Турции некие проармянские лоббисты в российских СМИ стараются выставить сближение Британии и Турции против якобы Франции и России интересно учитывая то что к России сейчас очень тесно начинает сотрудничать Пакистан а его связь с Англией надеюсь никто отрицать не будет и то что Англия позволила на свои в общем-то подконтрольные территории войти России говорит о многом не так ли в частности говорит о том что все это было сделано не без помощи Турции которую не назовешь врагом как раз таки России по тем примерам которые я приводил в данном видео и в одном из предыдущих как раз таки картинка обратная непонятное тело движения самой России против Турции но не наоборот ссылку на то самое предыдущее видео я обязательно прикреплю к данному видео которое вы сейчас смотрите а на этом пожалуй я с вами попрощаюсь сегодня еще будет одно обширное видео на моем канале а также в том самом последующем видео я сообщу о еще одном интересном нововведении на моем канале ну что ж на этом я пожалуй закончил данное видео не забудьте подписываться на канал те кто не подписаны те кто подписаны проверяйте подписку ставьте лайки либо дизлайки делитесь ссылками в соц сетях приглашайте друзей и знакомых я же с вами прощаюсь всем до свидания до свидания дорогие друзья до свидания